В течение полутора лет цены на стройматериалы упорно росли. Периодами их скачки были настолько резкими, что дивы давались и частные, и оптовые покупатели. Алтайские строители даже были вынуждены приостановить стройку многих школ, садов и других объектов по госконтрактам. Сегодня на рынке стройматериалов обратная тенденция. По многим позициям цены снижаются. Но по мнению отдельных экспертов, падение нельзя назвать резким. И в реальности от отчетных показателей оно отличается. Снижение некоторое наблюдается на рынке на металл, на пиломатериал. Ну поднялись там на 30, на 40, на 50 процентов некоторые позиции. А сегодня упали там на 5, на 10. Соответственно, это не отвечает реальным затратам, которые сегодня производят строители. В отличие от многих других регионов, у нас строителям удалось пережить очередной кризис, не заморозив жилищные объекты. Но многие застройщики сегодня в долгах. Так, только по налогам совокупный долг строительного сектора за 6 месяцев этого года – порядка 20 миллионов рублей. И все же участники рынка умело адаптируются к его изменениям, считают эксперты. За последние 2-3 месяца нулевых, ну то есть стартов продаж не было никаких. Вот если сейчас мы ожидаем от нескольких застройщиков старта продаж, мы увидим, что определенное движение будет. И определенный такой спрос немножечко там повышенный будет. А мы ожидаем? А мы ожидаем. Мы знаем, что несколько застройщиков готовят новые ЖК к старту продаж. Это тоже очень хороший показатель. Жилье на нулевом цикле, то есть на стадии котлована, интересно покупателям-инвесторам. Среди них возникнет спрос и, как следствие, в строительный сектор потекут деньги. Но даже если поток будет мощным, он не сможет особо повлиять на цену квадратного метра. Строс не влияет на цену, это однозначно. Настолько именно, чтобы со 120 до 70 тысяч упасть. Конечно, нет. Влияет маржинальность проекта, что банк не может разрешить застройщику в убыток строить дома. И, соответственно, здесь вторая подоплека – это строительные материалы. Проектное финансирование объектов. Искровщита – несущественное снижение стоимости стройматериалов. По мнению специалистов, цены на жилье в итоге останутся прежними. По крайней мере, в ближайшее время. Но тенденция на удешевление железа, дерева и других товаров – это уже сегодня плюс для возведения социальных объектов. Не будет срывов госконтрактов, будут вовремя выполняться инвест-программы. Пока же по ним все печально. Вы посмотрите, какое выполнение плана. Вот я посмотрел за пять месяцев выполнение адресной инвестиционной программы. 23-25% к годовому плану. Ну, это полгода, грубо говоря, прошло. У нас четверть выполнения. Ну, что мы тут за три месяца. А у нас все-таки зима основное это время. Поэтому это все накапливается. Я думаю, что в этом году, хотя денег добавили в адрес инвестиционную программу финансирования, но недовыполнение будет больше, чем в прошлом году. Для бесперебойного возведения соцобъектов нужны и доступные цены на материалы, и замещение недоступных сегодня импортных товаров. А для снижения стоимости квадратного метра жилья – поэтапное раскрытие скроу счетов. Только так можно иметь постоянный оборот средств в сфере. Но эту инициативу Центробанк пока не поддерживает, защищая банковский сектор. Елена Макаренко, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком.